Здравствуй, дорогой мой любитель крепоты. Перед началом истории я должен кое-что тебе пояснить. Дело в том, что этот рассказ автора под ником ViviSector очень тесно связан с другими его произведениями. Озвучки есть на канале и в описании я оставлю ссылку на плейлист с ними. Рекомендую тебе послушать, ибо смысл сегодняшнего видоса станет куда понятнее. Ну, а теперь мы погружаемся в тьму. Поехали. Не надо так. На самом деле, тут не так уж и плохо. Если, конечно, разобраться и привыкнуть. Ведь многие, а не как? Они попадают сюда, получают свою порцию впечатлений и в ужасе убегают отсюда. Ну, или пытаются это сделать. Я должен признать, это вполне нормальная реакция. Ну, вот возьмем меня. Я сюда попал с, кажется, десятью попутчиками. О, это было по-настоящему страшно. Например, когда первого из нас сожрала плотоядная слизь, как этот бедняга кричал. Мы тогда буквально обосрались от страха. Затем второго поглотили тени. Вот уж чего я никому не желаю, так это такой судьбы. Ведь сейчас я стараюсь этих тварей избегать. Хотя они мне и нипочем, но все равно. Аж мурашки по коже. Ну, там, где она осталась. Третий, помню, двинулся головой. Капитально так. Убил четвертого и сожрал его. Он еще меня пытался достать. Но я раскроил ему череп камнем. Что поделаешь? Жить-то хочется. Но представьте себе наше удивление. Точнее, дикий животный ужас. Когда этот ублюдок заявился обратно через пару дней. Мы тогда потеряли двоих. Я до сих пор не выяснил, что с ними стало. Вот когда нас стало вдвое меньше, мы включили голову. И начали учиться выживать. А что поделаешь? Вот летишь ты в самолете. И бах, ты уже тут. И даже не ясно как и почему. Может какой-то псих взорвал бомбу и все оказались здесь. А может тебе просто не повезло. И тебя сюда затянуло. А там, дома, остался лететь в Лаос твой двойник. И он потом плескался в море, щипал за жопу девок, пока ты обгладывал труп какого-то бедолаги. Тут любой охренеет. Вот я, например, я вообще в метро ехал. Просто в какой-то момент экскалатор остановился. И людей нет ни спереди, ни сзади. Было поздно, поэтому я решил, что меня не заметили и механизм остановили. Ну, вот поставьте себя на мое место. Поднимаешься ты к выходу из метро, а тебе голову чуть не откусывает какая-то херня, покрытая серой шерстью. А за дверью натуральные джунгли. Да еще ночью. Я же говорю, любой охренеет. А потом в темноте ты натыкаешься на такого же неудачника. Вы оба вопите от ужаса и с перепугами телите оппонента, что есть сил. А потом, уже почти размажив кому-то голову, ты разбираешь «нет, пожалуйста, не надо» и понимаешь, что перед тобой не очередной упырь, а такой же, как ты, непуганный и ни черта не понимающий обыватель. И вы отряхиваете друг друга, впервые ощущая что-то вроде надежды. Ведь если ты не один, то уже как-то не так страшно. А потом это место все больше концентрируется на тебе. Появляются эти твари из тумана. Белые как молоко. И нихера их не берет. Ни полено, ни огонь, ни крепкий отборный мат. И ты беспомощно смотришь, как они потрошат твоих товарищей. А сам стоишь, словно парализованный. Ни на помощь позвать, ни ноги унести. Но это пока их длинные. Тощие лапы не потянутся к твоему горлу. Тут сил появляются, хоть отбавляй. Я бежал через заросли, должно быть, часа четыре. Точно помню, как продирался через фиолетовые листья, оставляя на них лоскуты кожи и мяса. Не знаю, как я тогда не умер. Должно быть, я уже стал частью этого места. И в конце ты остаешься один. Товарищи гибнут или теряются. Случайные встречные перестают попадаться. Или убегают от тебя в ужасе. Еще бы. Когда вместо лица у тебя один сплошной шрам, и местами проступает кость. И вот тогда ты по-настоящему растворяешься в этом мире. Кто-то, вроде третьего, он сдается с концом. Просто становится очередной неведомой херней. Ждет случайных прохожих, прячется в норах, превращается в полуразумное опасное существо. Про таких когда-то я любил читать истории. Ну там неведомая херня в подвале, под кроватью, в вентиляции. Кто-то просто находит выход отсюда. И потом, не знаю, в больнице что ли лежит. Убеждает себя, что все это были глюки. А руку это он сам себе отрезал. Или просто кому-то везет, и кошмар длится доли секунды. Или живет, будто ничего и не было. Или вот как я. Я живу тут. Не сказать, что это легко, но интересно. Оно ведь как работает. Когда правила не писаны, ты придумываешь их сам. Захотел и шагнул на километр. Решил отрастить крылья. Отрастил. Но это когда ты понимаешь. А если не понимать, то будет больно. И вот тут становится интересно. Даже забавно. Вот сидят трое у костра. С заточенными палками всматриваются в темноту вокруг. Ждут нападения. И ты смотришь на них. Изучаешь. Иногда нет-нет дошелестишь ветками. Просто пошутить. Посмотреть. Как у них глаза от ужаса делаются по пять копеек. И потом выходишь. Спокойно так. Словно свой. К огню. Они на тебя смотрят. Палки тычут. А у самих от страха колени трясутся. А ты вальяжно так садишься. И решаешь, что палки весят. Ну не знаю. Сто килограмм. И палки падают на землю. А они жмутся друг к другу. А ты спокойно так достаешь из воздуха ломать мясо. И водружаешь над огнем. Чувствуешь себя. Ну не богом, конечно. Ну красуешься, как старожил перед молокососами. Но это одно. Другое дело это лезть обратно. Не хочется. Вот тебе крест. Ну вообще не хочется. Оно мне надо. Опять эти метро, шметро. Самолеты, интернеты. У меня тут что ни день что-то новенькое. А там одна рутина. Одни люди других убили. Какая интрига. Но надо. Потому что засилие всякой чертовщины. Это тут норма. А там нет. Не то, чтобы меня заставляли. Но я просто понимаю, что не все могут и хотят так жить. Ну вот сожжала какая-то хрень сотню человек. Мне-то какая беда. Казалось бы. Она там жрет. А я тут. Ну так экосистема это понятие универсальное. Скажем, те же тени. Они не поглощают кого попало. У них своя система. Хотя я ее и не понимаю. Но сегодня поглотили папоротник. Завтра улитку. Послезавтра ту хрень, что всех сводила с ума. Почему? Да хер его знают. Но сожжали. Вот пропали тени. Отправились туда людей ждать. Ведь люди они не пуганные. Они тени не боятся. Да и отменить их не могут. А тени, зная себе, лежат и ждут. А тут катастрофа. Они никого не сожжали. И кто-то расплодился. И жрет теперь всех подряд. Беда. Вот и приходится переться обратно. Собирать беглецов. И отправлять домой. Вот самое противное в этой части. Это люди. Вообще неблагодарные уроды. Ну, вот у одного под кроватью тень завелась. Ну там как. Мелкая тень даже ногу не откусит. Питалась себе пылью и случайными предметами. До серьезной проблемы. Ей еще лет пять расти и расти. Молодняк сбежал. Но возвращать-то надо. И вот я, значит, сижу, жду, пока она не вылезет поживиться. А человек, он короче на кровати, под которой тень спит. И вот надо же было мне замаскироваться от ебучих котов. Я уже и думать забыл, что они вообще существуют. И вот тебе раз. Заходит этот шерстяной. И давай на меня шипеть и хвост топорщить. Разумеется, его хозяин проснулся и меня увидел. Но как увидел? Я в зеркале отражался. Забыл решить и этот вопрос. Во сне ж в зеркала не смотрят. Так-то он меня и на камеру хрен увидит. Но я про зеркала и котов просто как-то не подумал. Ночь же. И вот, значит, я приперся за три девять земель вытаскивать тень у него из-под жопы. А он поднял ор и бросился включать свет. Нет, ну как я скажите, пожалуйста. Буду тень ловить, если в комнате светло, как днем. И тут ведь что выходит? Если я этого мудака просто вырублю и свет выключу, тень свалит. Она ж не совсем тупая и понимает, что я тут делаю. А если не вырублю и просто уйду, то тень тоже сбежит. Только хер ее найдешь потом. То есть так и так, кот и его мудак хозяин мне все испортили. И так ведь каждый раз. Вот скажем, есть такая штука. Ход. Ребята не то чтобы безобидные, но прутся только к тем, у кого ночью горит свет. Ну, а потом делают своим. Тоже мерзкая вещь. Но если знать что да как, то не страшно. И вот что вы думаете? Только я всех в округе убедил не использовать ночью свет. Или хотя бы закрывать плотно ставни. Как приезжает какой-то сраный турист и включает его. А ходу им то всего ничего надо. Два, может три месяца без света. Они бы сами домой поперлись. Но нет. Человек был обязан все просрать. Пускай теперь тоже ходит. Мне не жалко. И вот тут звереешь. Ну не всегда конечно, но капитально так порой. Достаешь людей похуже хода или теней. Напустишь того белого тумана и давай веселиться. Благо особых выдумок не надо. И потом полгода опять можно жить и работать. Пока опять резьбу не сорвет. Ну а на сегодня все. И друзья, давайте будем терпимее ко всяким призракам и прочим нёхам. У них работа такая. Они не специально. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин